Я приветствую всех телезрителей программы Культфьюжн. С вами Анна Акуджава. Смотрите нашу программу и будьте в центре культурной жизни вместе с нами. Наконец настали теплые майские дни. Кто хочет действительно отдохнуть с пользой и с наслаждением, ждем вас на 22 этаже ресторана Панорама. Гостей и жителей нашего города ждет незабываемый вид и, конечно же, изысканная кухня. Приходите в ресторан Панорама. О предстоящих концертах в киноконцертном зале Панорама расскажет в следующем сюжете арт-директор Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья. Как я уже говорила, следующий концертный сезон обещает быть интересным и насыщенным. Об одном из самых ярких проектах будущего концертного сезона сегодня и пойдет речь. Нам предстоит увидеть литературно-музыкальный спектакль «Память о солнце», посвященный поэзии Анны Ахматовой. На сцене соединятся две стихии. Две неповторимых женщины, актриса, заслуженная артистка России Ольга Кабо и певица, исполнительница романцев, заслуженная артистка России Нина Шацкая. В спектакле с названием «Память о солнце» они воплощают яркие образы утраченного прошлого и приобретенного настоящего, где любовь превращается в жертвенность, а мечта о простом женском счастье становится неосуществимой. Ведь именно так рождался поэтический дар Анны Ахматовой. Спектакль для тех, кто неравнодушен к чувственной, хрупкой, страстной, неповторимой, печальной и трагической поэзии. Для тех, кто тяготеет к прекрасному и в то же время жаждет чего-то нового, неповторимого, оригинального. Вас ждет причудливое переплетение поэзии и музыки. Нам предстоит услышать раннюю поэзию Анны Ахматовой «У самого моря», а также баллады на стихи великой поэтессы. «Заболеть бы как следует», «Милому», «В ту ночь», «Память о солнце», «Слово, ангел», «Сад», «Разрыв», написанный композитором Златой Раздулиной. «Дули с востока сухие ветры, падали с неба крупные звезды, в нижней церкви служили молебны о моряках, уходящих в море, и заплывали в бухты медузы, будто звезды, упавшие за ночь, глубоко под водой голубей. Как журавли курлыкают в небе, как беспокойно трещат цикады, как о печали поет солдатка, все я запомнила чутким слухом, да только песни такой не знала, что царевич со мной остался». Начиная с ранней романтической Ирики Ахматовой, переплетая музыку и белый стих в единое сказочное повествование. Во втором отделении, перерастая в большую глыбу, спектакль поднимает градус накала и завершается мощнейшим произведением Анны Андреевны «Реквиемом», в котором отражены трагические переживания, эмоции и страдания героини. Голоса матерей и отголоски вечной памяти жертвам репрессии. «Реквием» «Реквием» Поэзия или музыка, читать или слушать, наслаждаться и еще раз наслаждаться. Ведь литературно-музыкальный спектакль объединяет в себе тонкую поэзию и чувственную музыку. И особенно ярким звучит «Реквием» в финале, в исполнении Нины Шацкой. Многие специалисты говорили, что невозможно исполнить «Реквием» как песню, однако Нина Шацкая исполняет его настолько гениально, что просто мурашки бегут по коже. А мы понимаем, что память о солнце действительно иногда в сердце слабеет. Но тем не менее, мы живем новыми встречами, новыми проектами. И я хочу вам напомнить, что уже открыта продажа на абонементы будущего концертного сезона. Следите за нашими анонсами, заходите на наш сайт panoramadefestver.ru, Оставайтесь с нами, будьте здоровы и счастливы. Современные социологи все чаще задаются вопросом, что же происходит с нашим обществом. И россиян беспокоят, а что же с нашим обществом будет дальше. Ни для кого не секрет, что будущее России зависит от подрастающего поколения. Правильное воспитание молодого человека является приоритетной задачей для любого культурного общества. Именно на государственных и общественных плечах лежит прямая ответственность за воспитание здорового, умного, целеустремленного и сознательного подрастающего поколения. Общественная палата города Твери уделяет большое внимание этому вопросу. Вот что по этому поводу думает председатель общественной палаты города Твери Рыбачук Вадим Борисович. Одно из направлений деятельности общественной палаты – это поддержка молодых талантов. Конечно, мы смотрим достаточно широко на город Твери и на то, что происходит, но особое внимание обращаем на наших детей, потому что понимаем, что поколение, которое идет следом за нами, оно должно быть более ярким, более конкурентоспособным к ситуации, которая есть сегодня в обществе и в мире. И мы должны понимать, что мы оставляем страну в надежных руках. Большое значение придаётся проведению мастер-классов с лучшим, лучшими деятелями искусств, которые активно участвуют в жизни тверских музыкальных школ. Один из интересных проектов – мы совмещаем музыкальную составляющую и изобразительное искусство, когда дети, которые рисуют, которые учатся в художественных школах, они могут вместе с артистами выступать на сценах. И здесь такой межжанровый диалог появляется, который позволяет говорить о том, что наши дети талантливы во многих направлениях. Талант в каждом ребёнке возревает по-своему. А вот рецепты помощи развитию талантов весьма схожи. Тёплые отношения, доверие, любовь и интерес взрослых. Талант может проявляться в различных видах деятельности. Ребёнка можно сравнить с зеркалом. Он отражает, а не излучает любовь. Если ему дать любовь, он возвращает её. Если ничего не дать, ничего и не получишь. Общение с выдающимися мастерами, те же самые мастер-классы, выступления с ведущими коллективами страны на больших сценах, оно позволяет нашим детям развиваться. Оно позволяет им становиться конкурентоспособнее относительно своих сверстников. Оно позволяет им уже видеть свою перспективу. И то, что уровень этих детей становится более продвинутым, более с широким кругозором в культурном смысле слова, это мы видим абсолютно точно. Поэтому сколько бы мы не вкладывали детей, всё равно этого мало, и надо вкладывать, вкладывать и вкладывать. Потому что понимаем, что дети в таком возрасте, они как раз очень восприимчивы ко всему позитивному, ко всему хорошему. И чтобы потом у нас не было поколения пессимистов, они должны воспринять всё самое лучшее сегодня и со звуками музыки, с произведениями живописи двигаться вперёд. Каждый из наших детей талантлив. Нам нужно создать условия для этого. И вот в силу своих возможностей Общественная палата стремится реализовывать такие культурные проекты, которые создают условия для развития наших детей. «Красу твою не старик, не боги, не века» «Иванами, амамиями, статилась ты всегда» «Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой» «Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой» Когда мы будем смотреть на наше молодое поколение, то мы с уверенностью должны увидеть в нём светлое будущее нашего народа. А для этого нам всем следует тщательным образом подходить к подготовке и воспитанию молодёжи. С 19 мая стартует показ приключенческого фильма «Форсаж-9». Любителей гонок ждёт невероятное зрелище. Категория 12+. А с 20 мая жители нашего города смогут посмотреть в киноконцертном зале «Панорама» мультфильм «Спирит непокорный». Категория 6+. Также вы сможете насладиться семейной комедией «Кролик Питер 2». Это продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер, героя знаменитой детской книги. Беатрис, Томас и Крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву. Его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на поиски их в большой город. Туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. А для ценителей мелодрам я рекомендую «Иваново счастье». Размышления вахтовика Ивана, который в силу жизненных обстоятельств преодолевает более 9000 километров, чтобы вернуться домой. На своем пути он встречает много интересных людей – военных, студентов, мамочек с детьми, мужчин, женщин, стариков. Меняются пейзажи за окном, часовые пояса – люди. Но остаются их истории – истории о жизни, о любви, надежде и вере. Вы смотрели программу «Культфьюжн». Будьте с нами и до новых встреч!